Вместе мы сможем больше. Таков девиз спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, сами атлеты свои ограничения не считают таковыми и лишать себя радости движения жизни не собираются. В очередной раз со всего округа съехались представители общества инвалидов, чтобы посоревноваться в паралимпийских и не совсем видах спортах. На Ренмар, поселок Искатели, Тельвиска, Красная, Каратайка и Шойна. В Большом зале спорткомплекса «Лидер» собрались самые неравнодушные. Неравнодушные в первую очередь к своему здоровью. Хоть они и имеют ограничения по здоровью, причин лишать себя удовольствий от снятий спортом не находят. Сегодняшнее соперничество каждого из вас не только демонстрирует возможности участия в профессионале, но и способствует развитию важнейшего приоритета в государственной политике региона и страны. Вопрос о развитии спорта и поддержании здорового образа жизни. Именно вы для нас пример для того, как нужно бороться с жизненными трудностями, как нужно верить в себя, как нужно объединяться для того, чтобы вместе сделать еще больше. Это уже четвертая Олимпиада среди людей с ограниченными возможностями. В программе пять видов состязаний. Три паралимпийских, пулевая стрельба, теннис, пауэрлифтинг и два обычных – дартс и армрестлинг. Организаторы спортивных состязаний, управления труда и социальной защиты и управления молодежной политикой признали – встреча единомышленников очень важна. Это же движение, это адаптация, это все дает. Ну, здоровье, я считаю, надо заниматься, надо делать, потому что это жизнь, это движение. Это надо людям с такими лицами, физическими возможностями для лиц, инвалидов, надо заниматься спортом. Это многое дает, это многое дает. Лежа на диване здоровье никогда не придет. Я так говорю всегда им. Сергей Торопов из команды Тельвиски с таким определением к своему здоровью не согласен. Отклонения есть, но это не значит, что спорт должен быть особенным. Спорт – это то, что объединяет, а не разделяет людей. Поэтому с удовольствием играет в теннис, любит поплавать на лодке с веслами. Ежегодно окружное общество инвалидов организует для всех желающих занятия теннисом, шахматами, плаванием. Одно из последних открытий спортсменов – боулинг. Я приезжаю на снегаходе или на лодке сюда, на Ритмар. Здесь занимаюсь или на лесозаводе, там ветераны занимаются. Прекрасно тоже условие. Или здесь. Степан Ратников – приверженец спорта со стажем. Раньше, когда здоровье было крепким, занимался лыжами. Десяток-другой километров по снежному лесу пробегал с легкостью. После травмы колена спорт не забросил, а перешел на более спокойные виды. Я считаю не такие движения быстрые. Шашки, допустим. Занимаю вторые, третьи, иногда первые места. Потом дарс получается хорошо. Тоже первые, вторые, третьи. Вот такие. Потому что и сердце тут, и прочие. Такие движения не надо быстрые. Так потихонечку и занимаемся. Спартакиада – лишь одна из регулярных встреч спортсменов. В этом году они планируют померить свои силы в плавании и шашках. А в октябре следующего года пять самых активных спортсменов представит Нинецкий округ на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале в Сочи.